Всем привет! Привет подписчики, а также гости моего канала. В одном из комментариев меня попросили отстрелять МП-156 со стволом 625 мм на пулевыми патронами. Для того, чтобы обзор был более полный и более качественный, мы сегодня постреляем пуля Полева-3, пуля Гуаланди, постреляем пули Бринеке и постреляем пуля Гризли. Для адекватности теста мы сначала постреляем с рук на расстояние в 30 метров, так как более-менее у меня это получается. После чего мы постреляем с бипода на расстояние в 70 метров. Это будет ответ на вопрос, какие пули летят со 156 МП. Для того, чтобы вы сами этот тест не проводили, а сидя дома за чаем поставили лайк, пошли в магазин, купили те патроны, которые вы посчитаете нужными, и не тратили на это время. Ну а теперь мы переходим к отстрелу. И первые пули, которые у нас будут летать, это пуля Полева. Если кому интересно, с Беларуси, где мы делаем эти отстрелы, это Смолевический район, деревня Каменка. Здесь тир скоро будет приведен в надлежащий вид. Уже сделали навес. Расстояние можно пристреливать охотничьи карабины на 150 метров. То есть данный тир, он соответствует всем требованиям охотника. Идем к мишени, посмотрим, какую группу мы смогли собрать пулями Полева-3 со ствола длиной 625 миллиметров. Всегда при стрельбе есть два важных показателя. Это пуля, Полева и стрелок. Блин, ну хоть раз себя можно похвалить или нельзя. Ну, стрельнул, все четко, все красиво. Перевешиваем мишеньку и стреляем пулей Голландии. В продолжение видео отстрелов пули Голландии у нас будет следующее. По пулем выбор пуль для охоты. Задают много вопросов, даю один ответ. Думаю, все это поймут. Дело в том, ребята, что пули Полева и пули Голландии это те пули, которые зарекомендовали себя до того, как я начинал охотиться. И я думаю, никто их не результат не переплюнет и после. Поэтому данные пули на охоте всеми охотниками в странах мира зарекомендовали себя только с хорошей стороны. Данные пули очень кучные. Данных пуль хватает для того, чтобы остановить откос, оленей и лосей. Никто не жалуется. Видео, если мы сможем поднять свои старые архивы, мы выложим, как лоси падают от пули Полева, как козы падают от пуль Голландии и также лоси от пули Голландии. Поэтому данная пуля идеальная. Зачем же я купил пулелейку? Для того, чтобы иметь возможность стрелять много. Пулевые патроны Голландии и Полева для пострелух по крайней мере для меня не годятся по той причине, что они для меня получаются дорогие. Но как для охот, их вполне за глаза. Стреляем пулю Голландии. Идем смотреть группу, которую мы смогли делать пули Голландии. Конечно же, все эти тесты, которые мы делаем с рук, они не являются показателем качества пуль, но они являются показателем качества стрелка. Данная группа... Ну, естественно, это не пуля виновата, это виноват я. Но, как показала стрельба, что данные патроны вполне подходят для охот. Третий заход пулевой стрельбы – это пули Бреннеке. Стреляем также со ствола 625 мм. Смотрим, что данные патроны смогут нам показать на расстояние в 30 метров. Пуля – заводская СКМ-индустрия. В принципе, все пули, которые мы использовали, они были СКМ-индустрия. Блин, третий дернул. Ну, ничего, мы посмотрим по первым двум выстрелам, как они прилетели. Как я и говорил, всегда есть шанс, что стрелок запарафинит группу из трех выстрелов. Вот. Но у нас есть две пробоины и одна оторвала. То есть, данная пуля показала себя очень хорошо. Также в магазине были патроны, предназначенные для Парадокса. Там продаются конкретно данные пули, для того, чтобы человек сам снаряжал патроны. Пули грызли под Парадокс. Накрутили Парадокс 150 мм. Пробуем стрелять самоснаряженными патронами с пулями грызли. Повторюсь, расстояние 30 метров. Стреляем все с рук. Пули грызли, отстреляли. 30 метров. Парадокс 150 мм. Как мы видим, данные пули полетели неплохо. Это пули грызли. Повторюсь, это не заводской патрон. Данные патроны мы собирали сами. Но комплектующие мы покупали в магазине. То есть, все для комплектации там продается. Продолжение следует... Продолжение следует...